Саня, привет! Привет! Слушай, Саня, помнишь, с тобой меняли промежуточный, вот этот вот, который нам от САТОК компания присылали. Короче, на асфальте две покатушки выдержала, и на асфальте просто вот я остановился, срезала. Срезала, да. Не знаю, или качество такое, вот автопараллель называется. Ребят, не рекомендую. Лично на мне два месяца эксплуатации, и вот он, результат. Да, я, смотри, купил новый, производитель говорить не буду, вроде как бы заводской, но и сама муфта, как бы от шевика, да, идет. От шевиковской, да. Вот, но вал мне что-то, он тоньше почему-то, вот, и резиночки вот эти, да, переставить, вот эти вот центровочные нужны, должны обязательно где стоять. И у меня, знаете, что, захрустел шрус с правой стороны, вроде мы с тобой разбирали, обслуживали, когда лифт делали, да. При наборе скорости, при повороте, короче, подхрустывает. Ну, опять же, это те же последствия лифта могут быть. Может быть, да, или водичка попала. Или водичка, да, попала. Купил четыре, то есть два внешних, два внутренних купил, тоже производителя не говорю. В группе порекомендовали, и многие их устанавливают. Сюда пыльники поставим сразу от компании Трек, уже проверено, и смазочка есть. Вот, хомучки тоже или эти поставим, или я купил. Короче, вот такая задача, Сань, надо помочь, надо поставить, сделаем. И смотри, вот отсюда, который оторвался, у меня вот есть два вала. Вот этот вот китайский. Он тоже отломил его. Да, вот этот отломил, но давно. И размер здесь намного-намного меньше, он сюда не одевается. Надо будет попробовать, как бы, если вот этот вот... Да, с этого вала сослом. Одеть, если оденется, то пусть у меня как бы в запасе. Короче, вот такая, Сань, задача. Собрался в Башкирию ехать. Не люблю, когда что-то хрустит. Как всегда, приехал автосервис 56 к Александру. В основном, свой автомобиль обслуживаю здесь. А план сегодняшнего видео. Меняем промежуточный, меняем шруса. Посмотрим, какой шрус у нас захрустел. Потому что до этого мы полностью шрусы разбирали. 50 тысяч километров на моем автомобиле. Поэтому решено заменить сразу все внутренние и внешние шрусы. Внутренний шрус, в принципе, у Нивы одинаковый. Внешние шруса есть различия. Их там почти 4 вида. Посмотрим с вами рулевые тяги от компании Трек. За 5000 километров, что с ними произошло. Прямо с вами состояние дисковых тормозов. Кто не знает, на Ниву я установил комплект дисковых тормозов. То есть, сзади у меня дисковые тормоза. И впереди дисковые тормоза. Примерно от Соболя. Кто не смотрел видео, посмотрите. Кому интересно, какого производителя я купил, то переходим в мою группу, телеграм-канал Нива 007. Где я вам отвечу уже конкретно, какого производителя мы с вами устанавливаем. Мы до этого снимали, устанавливали другой, который у нас порвался. Поставили назад. Это завод. То, что шло с автомобилем. То есть, вертолет, резиночка от Шевика. Но он уже подустал. Вибрация на нем все равно присутствует. И то, что мы купили. Сценник Космос. Как видите, тоже от Шевика, да? Получается. Сам вал. Здесь вертолет немножко другой, да? Как-то он сделан. Ну да, отливка. Вот по толщине вала, конечно, было бы интересно. Пытались скрыть. Здесь как-то сложновато, но и страшно. То, что повредим. Вот мы здесь скрыли. Заводской. Ну и, как Александр говорит, он почти сухой. Да, что-то прям. Но вал относительно-то кажется, что он тонкий, да? А тут, в принципе, нормально. Нормальный? Нормальный. Ну и думаю, что здесь примерно так же все. Ну он тоже вот это. Ну он отбалансированный. То есть вот эти шайбы. Это считается как бы завод. Но как мне заверили, что это завод. Поэтому цена Космос. Вот он, что заводской был. Отбалансированный вот этими шайбами. Балансированный. Здесь вот лишь по две. Здесь одна. Этот тоже, в принципе, отбалансированный. Просто нигде нету какого имени. Да, не обозначено никаких. Единственное, вот здесь вот то, что Балакова. Там написано. Но заверили, что заводской. Меня многие, между прочим, спрашивают артикл. После нашего с тобой видео, вот про эти вещи, многие спрашивают. Какой артикл, где покупать. Потому что в магазинах никто про это знать не знает. Представляешь? Поставили. Как и должно быть от шеевика. Посмотрим, как он будет ходить у нас. Сразу хочу рассказать. Так как сегодня у нас обзорный установлен 4-сатилитный дифференциал. Стоят японские все подшипники. Третью мы опору ставили с Александром. Покачали, посмотрели. А, есть же занижение 3,07 еще. Во, вспомнил. Занижение 3,07. У меня просто две раздатки. В одной самоблок, в другой 4-сатилитный дифференциал с занижением. На данный момент все пока хорошо. Как я обещал рассказать вам про шаровые, про рулевые тяги от компании Трек. Как видите, что пока без каких-либо косяков. Пыльники забиты смазкой. Верхняя шаровая, нижняя шаровая. Тяга регулируется уже как на иномарках. То есть с зажимом, ключом. На данный момент показывает хороший результат. То есть средняя тяга у нас. И с этой стороны давайте посмотрим. То есть как бы и по катушке все хорошо. Так что компанию Трек рекомендую. Проверено, как говорится, на себе. Проехал буквально тысячи две-три на этих тормозах. Ручник. Ну скажу, ручника нет. Занял производителю. Говорят, что в книжке напишут, что прежде чем ставить на ручник, нужно нажать педаль тормоза. Якобы колодки разойдутся и ручником подтягивают. Но пробовал, ну да. Зимой подрифтить не получится. Но тормоза, если не смотреть как ручник, тормоза стали огонь. И диски у нас установлены вентилируемые. Суппорт стоит большой. Ну как бы газельский. И колодки стоят газельский. То есть отличается от заводских. Заводские они сами по себе меньше по диаметру. То есть представляете, масса сейчас у меня полторы тонны. Для полторы тонны. Как на уазе стоит, у меня все оттормаживается отлично. Как бы стоит хороших денег. Все. Вышло. Да. И мы именно положили на обойму. То есть чтобы нагрузки не на шарики шли, а именно на обойму. Все, я стопор срезал просто. Кусок, кусок, кусок. Все, посмотрим. Сейчас принесутся. Там как бы резьба нам подойдет, не подойдет. Опять не фортанол. Ё-моё. И сколько их вот видов, как делают. Ну смотри, это тоже меньше. Та еще меньше. Это еще меньше. Меньше, да. И как подбирать их вообще не представляю. Не вылазит. Да. Печаль, короче, у нас опять. Так, чтобы вытащить привод, откручиваем гайку. Откручиваем шару. Откручиваем амортизатор. У нас установлен SRPM. И все. Поднимаем и вытаскиваем. Это все заводское. Только мы когда пыльник меняли. И вот смотрите, кто такие пыльники ставит. Сверху еще черный. Ну, с завода пыльник такой пластиковый ставится. Но он не зажимается так, как вот этот вот паз маленький. Он должен быть вот такой, ну как бы широкий. Широкий. А здесь маленький, он туда не встает. И он постоянно слазит. И вот смотрите, какая выработка от него происходит. То есть он слазит, постоянно прокручивает. Поэтому мы его убрали. Вот эти полиуретановые пыльники, они очень хорошие. Удерживают очень большую нагрузку. Их можно, да, их можно ставить уже и без этих пластиковых. Да, поэтому мы убрали. Поэтому мы поставим красный от компании Трэк. Успаковали мы новый шрус внутренний на водительскую сторону. Производителя не буду озвучивать. Здесь трипойдный, здесь обычный шариковый стоял. Заводской, да, заводской. В чем разница? Вот сейчас Александр скажет. Здесь стоит сепаратор и шесть шариков. То есть, ну, площадь прилегания как бы, ну, меньше. А здесь стоят вот они, три больших подшипника. Поэтому называется трипойдный, да? Поэтому трипойдный. У этих гранат, у них ход больше, чем у сепаратора. Ну, и нагрузка все равно здесь, три больших подшипника. Ну, как они больше себя зарекомендовали, то есть, гораздо лучше ходят эти трипойдные. По смазке здесь, в принципе, то, что идет, да, им хватает, да? Да, да, в принципе, хватает все. Так, пыльник здесь заводской. Здесь пыльник, да. Мы ставим резиновую, правильно? Да. Вот, на внутренней, потому что он меньше соприкасается там с препятствиями. Какими-то, в основном-то вот эти больше соприкасаются. Да, он там внутри за балкой, за рычагами. Итак, разницу вы узнали, что такое трипойдный и что такое шариковый. Здесь вот, если сепаратор лопнул, ну, вот, как бы, по опыту, сепаратор лопнул, все, шарики выпали, машина встала. То есть, все, он уже работать не будет. Ну, да, он будет крутиться, но все, он сепаратор развалится. А в трипойде? А в трипойде, вот, я говорю, сколько я уже разбирал, бывает, что вот эти вот игольчатые подшипники рассыпаются, вылетают. Здесь люфт большой становится. Нож, то есть, здесь она люфтить начинает. Но ты все равно доедешь с грохотом, с хрустами, но она все равно доедет. То есть, зацеп по-любому есть. Да, зацеп по-любому, вот они, даже если вот этот, ну, если вот этот подшипник развалится, то есть, сама ось, она толстая, она эту ось будет цепляться за края, то есть, она не провернется. Она будет греметь, будет люфт большой, но она доедет, эта граната. А здесь сепаратор развалился, все, шарики вылетели, все, она уже никуда не подъедет. Здесь идет заводской резиновый, здесь от компании Трек, хомуты тоже идут в комплекте. Здесь уже гаечка тоже шла в комплекте. Ребят, напишите в комментариях, кто какие привода устанавливает, какой фирмы. Интересно почитать, специально вам не говорю, какого производителя я поставил. Если кому интересно будет, телеграм-канал Нива 07, там вам я уже лично могу рассказать, какого производителя я поставил. Напишите лично вы, как вы считаете, самый лучший производитель, вот, гранат. Пишем в комментарии, интересно почитать. Это получается правый, да? Вот он внутренний. Вроде бы мы его обслуживали. Короче, проблема в нем. Но вот если посмотреть, в нем была вода. Естественно, стал хрустеть, типа ржавчина появилась, да? Да, коррозия, грязь. Думаю, сейчас вот вытащим и посмотрим канавки, разбило, не разбило. Ну вот так, чтобы прям что-то серьезное увидеть, мы не увидели, если честно сказать. На ощупь чувствуется, но прям такого критичного ребята вообще ничего не увидели. Единственное, здесь вот на шариках ржавчина появилась. Можно было ездить, конечно, смело, но так как я любой шум, наверное, принимаю за серьезную поломку. Поэтому этот, как говорится, на свалку, этот шрус и те, которые мы убрали в коробочку, помоем и пусть лежит на инзе, да? Единственное, вот этот вот трипойный, он не фиксируется на скалке, да, на валу. То есть его можно снять. Ну, то есть сам трипой фиксируется, а сам трепой его нет. Да, да, да. Это вот фиксируется, он никуда не уходит, да? Да, он у нас. А эту, в принципе, она ходит. Но за счет того, что сжимается, за счет этого держится, да? Да, он жестко сидит и держится. Привод с правой стороны собрали, смазочки набили. Машину уже с этой стороны собрали. Все у нас стоит. Заодно фильтр поменял воздушный. Ну и заодно вот диск покажу вентилируемый. По компании Трек, что забыл сказать, у меня задние тяги стоят от компании Трек. По правому приводу получается пыльник стоит заводской, где-то подцепил, где-то появились трещины и попала влага. То есть хомуты затянуты. На шлема там, ну на камеру как бы не видно будет. На шлемы пару трещин. Видно, когда по воде катаешься, привод работает как насос. Ну то есть там ходят же и как гармошка попадает туда влага. Привело к печали, что захрустел. Вроде и смазка есть, но и с водой. Короче, смазка с водой не дружит. Начинает тут же ржаветь, появляются раковины какие-то. И у нас все с вами захрустело. Можно было бы дальше ездить. Можно было. Но я так не люблю. Поэтому те оставляем в запас. Помоем, пусть лежат. Здесь трипоидные мы с вами поставили. Как они себя будут вести, тоже интересно. Ни разу на них не катался. Меняем сразу ремень генератора. Вот у меня стоит, уже он разлохматился. Полез вечно. Поэтому решено сразу заменить. Он купил, лежит. Какие там нюансы по замене, Саш, есть именно вот с кондиционером? То, что ремень дополнительно снимать кондерный, потому что он поверх того идет. И то, что датчик коленвала откручивает. Да, он откручивается снизу. Там идет под отвертку завода. Да, заводской он там идет, болтик под отвертку. Отверткой там, если тем более прикисло, там... Сложновато. Там почти нереальный выход. Но мы уже до этого переставили под болтик. Там под 10, по-моему, да? Да, подключено на 10. Вот он датчик коленвала, который ставится на болтик. Ну и самое главное, потом правильно поставить, чтобы усики не заломить. Прикатываем потихонечку. Ничего нигде не хрустит у нас. Здесь я еще до конца не собрал, поэтому шум идет оттуда. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Но вибрации нету. Итак, ребята, подводим итоги. Заехал я сегодня в автосервис 56. Александру большое спасибо за помощь в обслуживании моего автомобиля. Потратили время немало, чтобы снять, поставить ремень и установить, да? Самое долго промвал. Как поняли, промвал установил я заводской. Не стал я устанавливать другого производителя. Промвал. Там вот такой вал установленный. Вот. Мы с вами устанавливаем горданы усиленные, там уазовские шлицевые. А самое главное, это промвал. Во. И все на этом. Вон, когда вал ломается, и мы с вами стоим и никуда не едем. В полевых условиях заменить проблематично. Там и раздатку надо снимать, но очень неудобно. Шрусы тоже заменили. Внутренние трипойдные. Александр разницу вам рассказал, в чем разница трипойдные или от шариков. Наружные с вами установили обычные. У меня Нива Урбан с АБСом. Установили пыльники от компании Трек. Наружные. Установили новый ремень генератора, да? Вот. Поэтому, ребята, попрошу написать комментарий, кто может порекомендовать какого производителя по шрусу. Именно кому вы доверяете, какому производителю по шрусу. Может быть, кто-то какого-то производителя устанавливал и долгое количество времени ездит. Я на заводских проездил 54 тысячи километров. И то, если бы не водичка, если бы не пыльник, так бы и катался дальше. Вот. Еду на четвертой передаче. Консоли все не собрано полностью. Поэтому, ребята, жду ваши комментарии по поводу производителя. Переходите в телеграм-канал Нива 007. Можете там задать мне вопросы, прислать свои фото, видео, пообщаемся. Поэтому видео заканчиваю. Думаю, видео было полезное. Всем пока. До встречи. Скоро я поеду в Башкирию. Подготовил машину специально, чтобы не переживать. Башкирия. Подготовил машину. Подготовил машину. Подготовил машину. Видео. Последняя картину.